Девушки отдыхают Висит табличка закрыта Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями О закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня Этим утром с вами Сергей Шубенков и Виктория Панина Сегодня в программе Утренний адреналин Репортаж из парка аттракционов Универсальные правила успешного детского праздника Кино-утро актера Андрея Бурковского Игры для взрослых и детей Настольные или компьютерные? Какие лучше? А вот это я в зоопарке с родителями еще на меня верблюд плюнул Очень прикольный, очень прикольный Я тебе все покажу, все расскажу, не спеши Это планетарий За мной гонится, реально гонится охранник Кто же знал, что планетарий тогда не работал, что он был закрыт? Никто не знал Во! Это я с папкой на рыбалке Смотри, вот это Слушай, у меня к тебе два вопроса А где удочки? Почему мы голые тут? Нет, почему мы здесь рассматриваем твои детские фото? Ты что, не догадалась? Нет А ты закрой глаза Так И представь, как это здорово Вернуться обратно в детство, а? Оказаться вновь на карусели, которая несет тебя лет так на 20 назад Когда не нужно думать, что тебе нужно идти на работу Рано вставать, только ешь мороженое, гуляй, отдыхай и наслаждайся жизнью Это шикарно, это круто, это сказка А ведь и правда, добро пожаловать в сказку Добро пожаловать в детство! У-у-у! Если рано утром прийти в парк аттракционов То можно подумать, что карусели и игровые автоматы Предметы одушевленные и живут своей отдельной от посетителей жизнью Но это только на первый взгляд На самом деле, это не восстание игровых машин А всего лишь утренний тест-драйв Утро для Егора Никитина начинается всегда одинаково Сперва он проходит несколько уровней на гоночной трассе Потом стреляет в игровых автоматах И проезжает пару кругов на американских горках Но Егор вовсе не впал в детство и не страдает от безделья Играть в автоматы и кататься на каруселях – часть его трудовых обязанностей Побудем с 10 по выходным с 9 рабочий день Напускаем аттракцион, золотоаппараты, все проверяем, готовим к запуску Главная достопримечательность развлекательного центра – американские горки «Полет дракона» Это единственная горка, которая находится в крытом помещении Американская горка – единственная в России, которая работает зимой На нее допускаются детки от 6 лет И пусть этот аттракцион ниже и меньше своего вольного аналога Но скорость развивает приличную 50 км в час Дракон летит вниз, вверх, потом резко влево, по кругу Опять вверх ныряет и взлетает Как мог бы себя вести вполне реальный дракон Проверяют дракона на прочность и маневренность, разумеется, ежедневно Включаем диагностику на компьютере Закрываем ворота Автоматический режим Второе место по мощности и по крупности занимают качели Их задача – поднимать юных гостей на высоту 5 метров Аттракцион также проходит проверку ежедневно И если замечают неполадки, карусель выводится из работы Не меньшего внимания требуют игровые автоматы Их тут более 200 В парке тестируют все Даже надувной батут в детской игровой зоне Кстати, в этой комнате для малышей есть чем заняться и взрослому человеку Не для забавы, разумеется, а проверки ради Что наша жизнь – игра? По-другому и не скажешь про тех, кто большую часть времени проводит на работе в развлекательном центре Вдоволь накатавшись и наигравшись сотрудники Хэппилона Наконец готовы принимать гостей Серёж, спасибо тебе за то, что мы сегодня ненадолго оказались в детстве Спасибо за сладкую вату, за мороженое, за горки тебе спасибо И я сегодня целый день, наверное, буду как ребёнок носиться, прыгать, бегать Вот нюнга, модный маленький ребёнок Как ребёнок говоришь, да? Да Хорошо, вызов принят Побежали Я девочек не бью Как подготовиться ко дню рождения ребёнка Или к любому другому детскому празднику, чтобы все были счастливы и довольны? Все в школу! Секреты организации утренников, вечеринок и прочих семейных торжеств Где в центре внимания ребёнок Сегодня нам откроют люди, которые набили руку в сфере проведения праздников Любой праздник начинается с костюма А дети особенно любят наряжаться Если девочкам больше всего нравятся праздники принцесс То мальчики выбирают в герои суперменов, пиратов Особой популярностью пользуются роботы-трансформеры Завораживающее шоу с совсем настоящей дымовой пушкой Приводит в восторг не только детей, но и взрослых Если вы отмечаете день рождения за городом, то идея привезти пони вызовет восторг у всех малышей Хотя родители часто хотят поразить воображение гостей и заказывают даже слонов Заказать слона на самом деле можно, но стоит это около 700 тысяч рублей Есть и более экзотические заказы Мама хотела увидеть на празднике жирафа Но где в Москве есть жираф? Естественно, в московском зоопарке Мы туда позвонили, но нам мягко отказали Взамен жирафа мы предложили нашей заказчице различных экзотических животных У нас была маленькая именинница И как раз у нас так получилось сделать, что у нас на праздник пришел маленький тигренок У нас пришел совсем прям трехмесячный У нас пришел на праздник маленький кенгуру У нас пришел на праздник медвежонок Конечно, не только слон, но даже достаточно компактный пони требует специальной площадки Место для праздника стоит подбирать под выбранную тематику Если мы делаем бал принцессы, значит нам надо искать белые стены, панорамные окна, колонны Если мы делаем пиратские, значит нам нужно, я не говорю, что нужно корабль снять Но что-то хотя бы кают-компанию какую-то организовать Какой бы праздник вы не затеяли, место для него должно быть просторным, чтобы дети могли размяться и побегать На одного ребенка один квадратный метр или на одного человека Тогда будет хорошо, но не спортивный зал в школе Будете ли вы проводить праздник дома или в ресторане, позаботьтесь заранее о музыке Она задаст тон всей вечеринки 85% всего мероприятия составляет музыка, ну я имею в виду больших мероприятий Музыка создает атмосферу, передает эмоции Положительных эмоций добавят и разнообразные яркие сладости на столе Ну а основная еда должна быть простой Выбирайте то, что в обыденной жизни любят есть ваши дети Фри, пельмешки, блинчики, пицца Еще одно новое веяние – кэнди-бары Со всевозможными сладостями, украшенными в соответствии с тематикой праздника К примеру, традиционная еда монстров – мармеладные паучки и леденцовые глаза Но даже монстры обожают шоколадный фонтан Торт также должен отображать тематику праздника Традиционно все привыкли к тортам И именинник хочет задуть свечи на торте И мы делаем так, чтобы именинник взял нож При помощи огромный такой нож для торта специально Не важно, сколько ему лет абсолютно Вместе с актером он режет первый кусок, идет угощать родителей Если вы решили прибегнуть к помощи аниматоров Надо помнить, что на одного аниматора должно быть не более 10 детей Причем лучше заказывать не просто клоунов, а актеров, одетых в любимый персонаж ребенка Важно, чтобы каждый герой, которого видит ребенок, соответствовал тому образу, который именинник видит в мультике Потому что если, допустим, приходит какая-нибудь толстая фея Винкс, да, то есть у ребенка просто разрушается И главное, старайтесь угодить ребенку, угадывая его желания Уважаемые родители, устраивайте праздники для своих детей, а не для себя И дарите им правильные, хорошие подарки Ты знаешь, после этого сюжета я понимаю, что ребенку быть гораздо проще Вот представляешь, как сложно взрослому человеку устроить детский праздник Ведь надо клоунов заказать, подарок купить, торт испечь и шарики еще надуть Так это ты говоришь еще о проблемах с маленьким ребенком А если он растет, он становится взрослым И к тому же может стать вообще звездой Но в душе он все равно остается ребенком То есть он может валять дурака, постоянно веселиться, делать такой Понимаешь? А это ты о чем? Ну как о чем? Это я о следующем сюжете Актерское утро – термин особый И означает он начало трудового дня в съемочный период Проходит всегда одинаково Проснулся, оделся и бегом на площадку Актер Андрей Бурковский – типичный представитель своей профессии Чуть свет – уж на ногах Бурковский за рулем Утро – это всегда в машине Это встал, сел в машину, поехал на съемки Видите, я сам за рулем Мне потому что все-таки самому, не знаю, может удобнее, что ли, контролировать время Утро его проходит в трех вариантах Репетиции, спектакли, съемки И будильник он заводит в соответствии с распорядком Так обычно к восьми съемочный день Это уже сложнее Встать надо Сегодня я даже успел поесть Какое счастье А если это какой-то репетиционный период Допустим, в театре То это у нас в московском художественном все-таки репетиции Слава Богу, начинаются не раньше двенадцати Но одно в утренней жизни никогда не меняется Звонок родителям до и после А иногда и вместо завтрака Вот что я делаю каждый день Еду на работу и звоню маме Разговариваю с ней Как дела? Туда-сюда у меня мама в Томске живет Прежде всего, Бурковский – актер юмористического жанра По крайней мере, таким его знает широкий зритель Но, ко всему прочему, Андрей – дипломированный юрист Кстати, именно мама настояла на том, чтобы сын освоил серьезную профессию Я ей закончил юридический институт Вот Ну, так получилось Поэтому был театр студических Театр садных миниатюр Потом был КВН Сегодня актер выехал пораньше Съемочная площадка находится в сорока километрах от Москвы Дорога не близкая, но опаздывать нельзя Как-никак, начало съемок нового фильма с Андреем в одной из главных ролей Параллельно актер задействован еще в нескольких проектах Это и съемки в сериале, и спектакли в театре При таком бурном графике, как не вспомнить детство, когда по утрам единственное, куда тебе надо успеть – это к первому уроку в школу В детстве утром ты спишь, встаешь, у тебя какие-то игрушки, потом школа – это же мама Уже в начале трудовой недели актер мечтает о выходных И не потому, что не любит свою работу Это единственное время, когда ему удается побыть с семьей Правда, выспаться все равно получается редко Это в 9 утра, папа, папа, папа Папа праздник, папа приехал, ура И, конечно же, надо его разбудить Спасибо жене, которая говорит Дети, не будем папу, пусть папа поспит Но до выходных еще далеко, а вот съемочная площадка совсем близко Здесь Андрея встречает администратор Он немного задержался в дороге, и времени на грим остается совсем мало Как говорится, с корабля и в кадр Краткое напутствие от режиссера и мотор Первая сцена, дубль один Едва на площадке объявили перерыв, Андрей спешит в буфет Впереди долгий и сложный съемочный день Некоторые заказывают диетическую еду Некоторые не заказывают, просто едят все подряд Я вот стараюсь чуть поменьше взять так раз и так Просто чуть-чуть перекусить, что ли Торопиться на съемки, бегать и прыгать в кадре Еда и та на ходу Вот она, нелегкая актерская жизнь Камеру держи! Пожалуйста, под меня! Давай еще! Олег, я даже... Я признаюсь себе, я уже устал Я напрыгался, я набегался Я в детстве столько не делал, сколько я сделал сегодня Я устал, честно Давай домой, а, ну пожалуйста, домой Домой Да Ну ладно Только тогда давай дома тоже будем играть Да-да-да-да-да, давай, вставай-ставай-ставай Давай, поехали! Вся жизнь человека окружена играми разного толка Но прежде всего игра – это досуг и возможность интересно провести время с другими людьми Это очень хороший способ социализации Сейчас же век социальных сетей, мы общаемся друг с другом, лайкаем там, фоточки туда-сюда А тут раз собрался за столом, поиграл в живую, пообщался Это очень важно, ну сейчас это прям играет огромную роль На современном рынке настольных игр представлены варианты для любых возрастов, профессий и компаний Одна из самых популярных категорий игры для всей семьи То есть это вот, ну там, мы родители с детьми сели, поиграли там на полчаса, на час Есть игры, где нужно чуть побольше подумать Есть игры, где побольше удачи, там, повеселиться, посмеяться Их на самом деле очень много Это одна из самых популярных категорий Алексей Ящур и Юрий Журавлев Ребята, для которых настольная игра больше, чем просто веселое времяпрепровождение Два года назад Алексей познакомился с Юрием И ребята спустя всего полгода основали студию «Случайное место» Основная цель студии – изучение, разработка и всяческая популяризация настольных игр Мы собираем тестовые группы, то есть людей, которые так или иначе связаны с играми Это обычные игроки, авторы игр, люди совершенно сторонние от игр Которые обкатывают игру до того, как она выйдет в свет Если еще пять лет назад в настольные игры играли маленькими компаниями по домам То сейчас это все больше развлечения для больших компаний в общественных местах Сейчас у нас резко поменялось, потому что появились антикафе Которые всегда предоставляют там целый стеллаж с настольными играми Люди туда приходят, играют То есть настольную игру можно найти теперь практически в любом общественном месте Сейчас в настольные игры можно играть вдвоем, втроем, огромной компанией или даже одному Это, например, игра «Космические кадеты» Семерым участникам предлагается стать членами экипажа космического корабля И начать покорять безграничные просторы космоса У каждого игрока своя основная задача, которую он выполняет одновременно с другими игроками При этом это совершенно разные механики То есть один игрок складывает какой-то бассейн, с другой щелчком отправляет шайбу по треку Третий в это время копается в мешке и ищет на ощупь нужную форму, нужную по форме фигуру А четвертый при этом всеми руководит Для непосвященных игра напоминает хаос, который, кстати, может продолжаться до пяти часов И пролетаем раз, два, то есть попадаем за петелокарту и возвращаемся сюда Слушай, ну мы можем поймать, попробовать вот так напрямую, шесть дистанций У нас есть торпеда одна Одна есть Многие противопоставляют настольным играм компьютерные Но стоит ли это делать? Компьютерные игры очень часто развивают больше, чем, например, настольные Потому что в целом объем информации в компьютерной игре намного больше, чем в настольной игре Компьютерные игры решают одну задачу, а настольные игры решают другую Они друг другу не мешают на самом деле, а во многом дополняют Самые продвинутые игроки отдают предпочтение домашним игровым приставкам Один из лидеров рынка в этой области — приставка PS4 от PlayStation Слушай, может быть, пиццу закажем, да? Что? Пиццу, может быть, закажем? Давай, 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 держим Так, есть мясная, гавайская А что, так можно? Овощная есть Это какой будешь? Что? Пиццу какую будешь? Какая есть? Мясная, овощная, гавайская Одна из отличительных особенностей PS4 — это компьютерная графика высочайшего качества Смотри, прорисовка какая, да? Слушай, да я попробую Подожди, секунду, секунду, секунду Не, ну да? Порой происходящее на экране во время игры не отличить от художественного фильма Ну все, когда джойстик в твоих руках, героя убивают Мы проиграли? Да, проиграли Да, здравствуйте, я бы хотела заказать пиццу Да, захотела бы заказать пиццу Давайскую Мне нравится играть с друзьями по интернету Ну а самое крутое, что на приставке PS Vita есть возможность играть вообще без телевизора Но представьте, вы начали играть уже близок момент перехода на следующий уровень И вдруг начинается любимый сериал вашей жены Действительно, никаких поводов для ссоры Вы спокойно переходите с экрана телевизора на приставку PS Vita При этом можете даже уйти в другую комнату Или вообще забраться под одеяло И продолжать играть Сигнал от основной приставки будет передаваться на PS Vita по Wi-Fi Вот это рвануло А ты что, и там тут играешь? Вот это рвануло, да, представляешь, техника дошла То есть телевизор сейчас свободен? В целом, да Наконец-то продолжение Класс, он на поезд запрыгнул Что делать, опять? Майсон целует Иден, они же брат и сестра Я вот тебе и не мешаю играть Я говорю, я по кухне, Майсон, а нет Ну, прекрасно А, втянулось, да? Один из самых интересных и продвинутых аксессуаров от PlayStation Это шлем виртуальной реальности Изображение, которое обычно выводится на экран ТВ Переносится на четкие и яркие OLED-дисплеи шлема И игрок получает невероятное ощущение присутствия Вот, Вика, ты знаешь, чем взрослые отличаются от детей? Скажи мне Ммм, вопрос наверняка риторический, да? Да И подумать, ну, здесь, в Капелоне, наверное, ничем, правильно? Это, конечно, правильный ответ Но, честно говоря, я ожидал несколько иного Взрослые отличаются от детей тем, что им не нужно никого просить, чтобы их сюда привели Они же взрослые, они взяли, заработали денег и пришли сюда сами Смотрю на тебя и ведь не поспоришь Прав? А здесь было действительно очень-очень здорово Хорошего вам дня, друзья С вами были Виктория Панина И Сергей Швенков, пока! Ну, давай, иди, взрослый, давай 14 лет прям, ну, честное слово Редактор субтитры подогнал «Симاغ» Обрат— Корректор субтитная в신 А quiser Корректор субтитной ва rider Продолжение следует...